коллеги добрый вечер вот тоже такой интересный вопрос который собственно многие задают а почему некоторым политикам верят а некоторым нет ну то есть почему истории и позиционированию одного человека верят а другом нет ну даже если вот прописали правильно стратегию если выписали все собственно там по основам образа положительного и анти образа даже если провели исследование образа идеального кандидата и максимально постарались адаптировать собственно под это ну как бы биографию кандидата да а вот она не идет вот избиратель в это не верит и фокус-группы вам показывают что нет эта история не очень интересно нет мы не верим что у этого человека есть искреннее побуждение и ну мы говорили да у мона мифе кэмпбелла и говорили о переходе но таком символическом вот ординарного мира в мир неординарный до собственного там пути и прогрессии испытаний но я хотела бы отдельно уделить ну как бы внимание вот именно вот этой точке невозврата да вот этой вот точке окончательного мотива когда ну жизнь человека уже не может быть и иной да и в политике это очень важно показать что у лидера была такая точка да то есть он жил он был предпринимателем он неплохо зарабатывал допустим да и в какой-то момент ну как бы что-то стало точкой невозврата ну допустим это была встреча с там какой-то бабушкой в селе которая ну как бы они побеседовали да это было прозрением или же это было показательно что человек попал на какой-то партийный съезд и ну ему это просто вот надоело он с этим был не согласен и решил что нужно действовать и самому становиться партийным лидером или же человек прочитал определенную книгу да там было время в другой стране и он понял что ну как бы или надо действовать или ну собственно согласиться с нынешним порядком ну как бы с нынешним порядком дел да и собственно вот эти процессы они крайне ну крайне видно когда вот они непосредственно искренне да а когда эти процессы ну надуманные до придуманные технологом да или ну классическая скучная биография он логично он учился на юриста потом был кандидатом юридических наук а потом два года поработал в юридической компании и помощником депутата и решил стать депутатом ну окей скучно нет какого там непонятен мотив ну хорошо был в чем его миссия да можно сказать что его миссия быть хорошим законодателем но это же скучно и это ну не искренне а вот когда человек ну поверьте те клиенты которые искренне вот переживали это прозрение и искренне ну как бы имеют мотив до занимаются публичной работой вот откровенно и с желанием и с пассионарностью их обязательно были такие точки у них обязательно были в биографии подобные события просто вопрос том что вы как консультант должны раскрыть должны подробно поговорить с клиентом и найти эти точки сейчас ни в коем случае не говорю о каком-то искусственном процессе я говорю о том что в естественном процессе эти точки всегда есть и если говорить на понятных примерах что это может быть да в сценарном мастерстве там подобная ну когда как бы история придумывается да подобная вещь называется побуждающим происшествием побуждающие происшествия это то что ну как бы изменила глобально жизнь героя да конечно нельзя напрямую сравнивать ну собственно примеры там из фильмов с реальной работой с лидером и конечно я в своих лекциях когда даю эти примеры ты не для того чтобы вы взяли сценарий голодных игр и переложили его на сценарий позиционирования для какого-то политика ну очевидно но эти примеры они ну очень видны да то есть они очень заметны они очень репрезентативны и для того если вы только учитесь до этому мастерству и хотите ну собственно из разных источников получить какие-то репрезентативные примеры то конечно вы можете в том числе научиться этому сценарного мастерства то есть побуждающие происшествия это то что то что изменило жизнь героя навсегда ну допустим харри поттер получает письмо с хогвартса это меняет его жизнь навсегда она уже не будет прежней это меняет баланс ну как бы у кэмпбелла это называлось то что да вот как бы зов к переключению да но у него модель там немножко сложнее в голодных играх героиня хочет защитить свою сестру поэтому она идет собственно участвовать волонтером вместо нее ее жизнь больше никогда не будет прежней и даже в ну там драматическом до в драме тоже всегда есть побуждающие происшествия допустим человек заболел раком его жизнь никогда не будет прежней ну допустим сериал там из негативных героев во все тяжкие да то есть главный герой он заболевает раком и и это меняет комплекс на его жизнь можно его осуждать или нет мы говорили о многогранности героя да и почему вот вот это вот логичная был юристом закончил университет был отличником в этом нет эта характеристика это не характер мы об этом говорили да а вот если еще во время учебы в университете там пётр принципиально не платил взятки то есть и даже в тот ситуацию когда в принципе можно было скинуться по 200 гривен и не вступать ни в какие конфликты идти дальше в ресторан он уверенно 5 раз ходил но доказал ну непосредственно свою позицию всем это уже характер да или же наоборот что ну в принципе там юлия не была отличницей но в те моменты когда допустим отключили в университете тепло она первая выборала собственно право учиться в для своей группы учиться в достойных условиях то есть вот такие вот моменты они показывают характер и конечно в драматическом искусстве в кинематографе эти моменты всегда убили очень трагичны да или ну то есть они ну как там списке шиндлера да то есть как бы шиндлер видит девочку в красном ну как образ да и он больше не может жить по-прежнему да то есть как бы шиндлер такой как бы сложный образ да но тем не менее режиссер ну работает там визуально да то есть визуально показывает вот всю трагичность в образе этой маленькой девочки но это это побуждающее происшествие это то происшествие которое уже не может делать жизнь героя ну как бы и даже если вы говорите про какие-то прозрения почему там лидер начал заниматься допустим юридическим бизнесом да не потому что он был отличником а потому что в определенный момент он увидел как там у бабушки соседки рейдеры отобрали квартиру и он понял что ему нужно быть очень качественным юристом чтобы не допускать такой жизненной несправедливости тогда он там выучился и потом помог бабушке вернуть там эту квартиру да допустим дальше после этого происшествия конечно мы всегда вырисовываются силы антагонизма которые препятствуют да и потом они все усиливаются усиливается и в конце концов наш кандидат должен как бы сразиться с какой-то высшей несправедливостью да или принять какое-то законодательство создать реформы и так далее так далее силы антагонизма могут быть разными мы об этом говорили в других наших обучающих роликах но тем не менее вот снова же подумайте даже для себя а что в вашей жизни было вот таким реальным побуждающим происшествием что перевело вас ну как бы с некого обычного мира в мир там вашей профессии или в мир наоборот когда вы бросили вашу базовую там допустим скучную профессию и занялись искусством или не знаю начали медитировать что изменило вашу жизнь вы обязательно найдете несколько таких побуждающих происшествий и я абсолютно уверена что лидер или герой да вот мы говорили о герои он не может не иметь в реальной биографии ну таких моментов и таких таких позиций он обязательно их должен иметь и работая с людьми которых я считаю реальными лидерами да и у них такие моменты в жизни были причем действительно очень сложные очень побуждающие и даже порой очень опасная для жизни успехов вам вашей работе и помните что искусственный продукт он никогда не может быть настоящим лидером он останется ну как бы некой моделью которая тестируется на фокус-группе более успешно или не менее или менее успешный он будет существовать ну пусть два-три года но никогда не станет манделой или ганди да и подумайте об этом вот подумайте об этом как о методе если вы специалисты подумайте об этом как в целом жизненной позиции если вы просто смотрите эти ролики для того чтобы сформировать свою жизненную позицию или для того чтобы понимать как в целом работает и публичная политика и в целом как 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 формируются лидеры как формируются герои каким бы героем в своей отрасли вы не были либо же на кого бы вы не ориентируетесь и успеха вам в том чтобы распознать реальных лидеров до или быть ними меня зовут екатерина одарченко подписывайтесь пожалуйста на наш youtube канал и предлагайте свои темы я буду предлагать вам свои которые нахожу интересными спасибо